Друзья, этот выпуск сделан на базе воспоминаний дважды героя Советского Союза Александра Ильича Родинцева, героя войны в Испании, где он кстати и получил свою первую золотую звезду. На момент же начала Великой Отечественной войны, о событиях которых в дальнейшем пойдет речь, он был командиром 5-й воздушно-десантной бригады, дислоцирующейся тогда в Первомайске. Выпуск сделан на базе отрывка из книги «Твои отечества сыновья», которая переплетена множеством интересных историй и написана легким и доступным слугом, понятным для обывателя. Данную книгу я настоятельно рекомендую для прочтения. Ссылка на источник будет, как всегда, в описании к видео. Пока части двигались в сторону Днепра, мы с комиссаром бригады Чернышевым поспешили в штаб 37-й армии. Он находился в доме Красной армии, неподалеку от здания Верховного суда Украинской СССР. Почему-то запомнился мне чудесный старый парк напротив дома Красной армии. Могучие тополя и липы, безмятежная тишина аллеи, дети и голуби на площадке. А в штабе нас поразила совершенно другая картина. Клочья каких-то бумаг на лестнице, окурки, облака табачного дыма, чьи-то громкие пререкания и ругательства. Здесь не было и намека на ту строгую деловитость, какую мы наблюдали в штабе фронта. На встречу нам по широкой лестнице двое военных вели командира со шпалами в петлицах. Ворот его гимнастерки был разорван. Руки связаны за спиной. Рослый, с растрепанной прической, с багровым от гнева лицом, он выкрикивал яростно, не обращая ни малейшего внимания на нас. Предательского приказа выполнять не буду. Власову не жалко напрасно терять людей. А я советский командир, и жизнь каждого солдата мне дорога. Запомните, за это самоуправство и самодурство. Он еще ответит, предатель. Мы были наслышаны, что командующий 37-й армией, генерал Власов, за короткое время уже успел снискать себе в войсках недобрую славу человека, скорого на расправу, но далекого от боевых дел. Однако этот обычный эпизод его деятельности был возмутителен. И невольно подумывалось, что если прав этот осужденный командир. Все же долго раздумывать не приходилось. Нам предстояло предстать предгрозные очи самого Власова, но как же он нас примет? Посмотрим. Мы быстро поднялись на второй этаж и вошли в приемную командующего. В просторной комнате никого не было. На столе, уставленном телефонами, в беспорядке лежали какие-то бумаги. На полу валялась карта. «Обстановочка», – тихо шепнул мне на ухо Чернышев. Будто бы в минуты бегства. Я постучал в дверь кабинета. Никто не отозвался. Подождав с минуту, я открыл дверь и вошел. Чернышев последовал за мной. В углу, за огромным столом, в старомодном кресле, сидел благообразного вида блондин и равнодушно листал какую-то книгу. Он не обратил на нас ни малейшего внимания. Я внимательно всматривал с его холеное лицо, с ледяшками пенсне на носу. И как-то, само собой, складывалось заключение. Капризен, самодоволен, высокомерен. Книгу он не читал и даже не просматривал. Только небрежно играл страницами. Как будто бы давая понять. Вот, мол, какой я большой начальник. Вы ждете, а мне плевать. Выдержав паузу, я четко и спокойно доложил, что бригада в полном боевом составе сосредотачивается на крещатике, вооружена и имеет около нормы боеприпасов. Казалось, он не слышал. Тонкие белые пальцы с полированными ногтями по-прежнему играли страницами. Разрешите получить задачу, несколько громче закончил я. Власов резко отбросил книгу на край стола и встал. Высокий и тонкий глянул на меня в упор, поверх пенсне, и без всякой связи с моими словами выкрикнул сразу багровее лицом. За неуполнение приказа самое меньшее наказание – расстрел. Так вон ты каков, голубчик, пронеслось в моем сознании. Но почему же ты сразу вздумал запугивать? Мы прибыли к вам не для того, чтобы выслушивать угрозы, сказал я как можно спокойнее. И тут же почувствовал, как Чернышов, стоящий рядом, слегка ткнул меня в бок. Власов медленно вышел из-за стола, оглянулся на зеркало, задержался и вскинул голову. Поправил прическу. Чернышов успел мне прошептать. Получай Александр Ильич боевую задачу и уйдем отсюда подальше от греха. Обернувшись к нам, Власов заложил руки в карманы галифе, слегка потянулся, приподнял плечи и, покачиваясь с каблуков на носке, проговорил с расстановкой. Счастье твое, родимцев, что ты прибыл минута в минуту. Попробовал бы опоздать? Запомни, у меня без церемоний. Товарищ командующий, сказал я, может быть начальник штаба ведет мне обстановку на фронте? Или это сделаете вы? Власов приблизился на три шага и продолжал рассматривать меня, иронически усмехаясь. Так вот какой ты, родимцев, испанский герой. Не обращая внимания на его издевки, за которыми это чувствовалось с первой минуты нашей встречи, таилась непонятная мне желчь и злость, я сказал. Кстати, замечу, начальника штаба мы так и не видели. И снова он как будто бы не расслышал. Выхватив из кармана руки и стиснув кулаки, прохрепел прямо мне в лицо, переходя почему-то на вы. Помните, все ваши заслуги для меня нуль. Сейчас вы под моим началом. Вся власть в Киеве – это я. Любое мое распоряжение исполняется не раздумывая, не спрашивая объяснений. Иначе? Нет, это было уже слишком. Перерывая его на полусловие, я сказал. Разрешите вам напомнить, что в Киеве находится Центральный комитет Коммунистической партии Украины. Холодное лицо Власова передернулось. И что же, вы пойдете в ЦК? Конечно, если это окажется нужным. Как моментально все-таки изменился весь его облик. И взгляд, и выражение лица, и даже манера жестикулировать. Ну, испанский герой засмеялся он мелким фальшивым смешком. И даже дружелюбно, но с усилием трунул меня за локоть. Кажется, вы собираетесь начинать войну с жалоб на свое начальство. Взглянув на наручные часы, он поспешил к столу. И, словно вспомнив о нас, остановился. Что же касается задачи, пожалуй, вам легче будет самому разобраться после того, как вы вступите в бой. Кому я должен вступить в оперативное подчинение? Да-дас, похватился Власов, на несколько секунд задумался и заглянул в блокнот. В подчинение командиру 147-й стрелковой дивизии, которая ведет бой в Голосиевском лесу. Можете считать, что вам повезло. Сразу же на гребень событий. Мне показалось, в углах его тонких губ затаилась усмешка. Круглые стекла пенсне блеснули холодно и зло. Мы выходили от Власова подавленные и огорченные. Было непонятно, почему он встретил нас так издевательски и высокомерно. Спускаясь рядом со мной по лестнице, комиссар сказал. Ничего себе, побывали на приеме. Да и узнали обстановку на фронте. Похоже, он и сам ее не знает. В этом он и признался. А виды переднего края рукой подать. Такими остался в моей памяти Власов. Манерным, самолюбивым, фальшивым и одновременно жестоким. Как может быть жестокий фальшив предатель. Позже я понял, что на предательство Родины он решался еще в те дни. И что арестованный командир, встреченный нами на лестнице штаба, был одной из жертв этого негодяя. Заметавшего какой-то свой неосторожный след. На военных дорогах многих из нас ожидали самые необычные встречи. И мог ли я подумать, в тот памятный день, стоя вместе с комиссаром в кабинете Грозного Власова, что мне еще придется встретиться с ним в другом далеком городе и в другой обстановке. Это было в мае 1945 года. Корпус, которым я командовал, вошел в предместе Праги. Здесь и был пойман этот незадачливый полководец. Он пытался пробраться к американцам, но оказался перед военным трибуналом. Мне жаль тратить время и бумагу на запись об этом про хвосте. Я вспоминаю о нем только потому, что я и мой комиссар Федор Филиппович Чернышев безрезультатно потратили на поездку к Власову целый день. А в такое горячее время это был немалый срок. День 12 августа был для бригады горьким днем. Мы почти полностью потеряли роту бойцов 2-го батальона и это случилось по вине ее командира, капитана Никифорова, который заплатил за свою ошибку жизнью. Человек, безусловно отважный, он слишком понадеялся на силу штыка, но истина суворовских времен, пуля дура, штык молодец, с применением автоматического оружия отошла в прошлое. Мы в этом убедились 12 августа на горьком опыте батальона, в составе которого сражалась рота капитана Никифорова. Вот как это произошло. После артиллерийской подготовки, находясь в составе 147-й стрелковой дивизии, бригада перешла в наступление. На участке 2-го батальона противник стал отходить мелкими группами в тыл. Это был только маневр врага. Ловушка. Немцы оставили в своих окопах двух пулеметчиков и до десятка автоматчиков. Те гитлеровцы, что отходили, нарочно изображали паническое бегство. Командир 2-й роты поверил, что враг действительно бежит. Он тут же поднял всю роту, развернул ее в цепь и скомандовал. Бегом в атаку марш. С криком ура бойцы бросились к окопам противника. Местность перед окопами была совершенно открытая, ровная, ни камешка, ни бугорка. Гитлеровцы подпустили цепь на расстоянии в 100 метров и открыли пулеметно-автоматный огонь. Большая часть бойцов, раненые и убитые, остались на поле боя. Но те, что уцелели, и в их числе капитан Никифоров, решили довершить штыковую атаку. До окопов оставалось не более 50 метров. И здесь они были расстреляны в упор. Для нас это был поучительный урок. Но печаль не пробуждает мертвых. И там, где нужно умение разгадывать замыслы врага, его заменить чувство. В этот день мы мало продвинулись вперед. Обозленные неудачей под Киевом, гитлеровское командование перегрозило своим солдатам-офицерам, что каждый из них, кто посмеет отступать, будет расстреляны. Об этом мы узнали от раненого немца, захваченного в плен. Еще в ночь с 11 на 12 августа капитану Алексею Питерских, с которым в разведку ходил и наш кандидат наук Митрофан Пасечник, удалось захватить языка. Этот эпизод достоин того, чтобы я о нем рассказал подробнее. Капитан Питерских был человек отчаянной отваги. Активный и деятельный по натуре, он ценил задания по степени опасности, с которым они выполнялись. Чем серьезнее опасность, тем решительнее брался за дело капитан. Готовясь к операции, он тщательно подбирал товарищей. И я думаю, выбор его на этот раз не случайно, пал на нашего переводчика Митрофана Пасечника. Пасечник отлично знал Киев и его окрестности. Совершенствый владел немецким языком. И за короткое время успел доказать, что не теряется в сложных обстоятельствах. Ночью они подползли к окопам немцев и вырвали языка, что называется, из боевого порядка противника. Случай был редкостный и о нем еще долго потом говорили в бригаде. Действительно, отчаянная отвага способна творить чудеса. Перепуганный до смерти эсэсовец оказался весьма осведомленным. Он рассказал, что гитлеровское командование решило 13 августа под прикрытием огня авиации двинуться одновременно вдоль двух дорог на Киев. Главный удар враг намеревался нанести по направлению, хоть и в Киев. Здесь мы подготовили гитлеровцам достойную встречу. Командир дивизии полковник Савва Потехин знал, что утром 13-го противник пойдет в полосе нашей бригады в наступление. Поэтому он приказал нам временно перейти к обороне. Хорошо зарыть в землю людей, организовать систему огня всех видов оружия. Для прочной противотанковой обороны он обещал прислать нам к вечеру взвод 45-мм пушек. Получив еще ряд указаний, я принял решение построить боевой порядок бригады в два эшелона с выделением сильного резерва. На дорожном направлении Пирогов-Киев остался первый батальон капитана Симкина. Этот батальон уже имел опыт почти непрерывного четырехдневного боя. Его мы усилили двумя 76-мм орудиями. На выгодном рубеже главного дорожного направления, хоть и в Киев, оборону должна была занять бригадная школа курсантов. Усиленная батарея 45-мм орудий. Записывая мои распоряжения и поглядывая на карту, начальник штаба Борисов спросил. А как же быть со вторым батальоном? Ясно же, что еще до начала наступления противник ударит по этому участку. Хитрить так хитрить, Владимир Александрович. Мы снимем и уведем батальон. Пусть немцы впустую тратят снаряды. Но он не понял, оставить рубеж? Да, 13 августа ночью вывезти с соблюдением тишины батальон в мой резерв. На старом месте оставить незначительную группу бойцов. Пусть не маскируются, противник должен думать, что мы занимаем оборону. А утром 13 августа с началом артиллерийской подготовки немцев эти бойцы должны покинуть окопы, уйти в тыл и присоединиться к батальону. Борисов засмеялся. Ловко. Значит немцы будут молотить пустое место? Хорошо. Наш третий батальон мы перевели ночью на выгодный рубеж уступом справа за бригадной школой. Таким образом оборона выглядела довольно глубокой и сильной. И оставалось лишь укрепить ее в инженерном отношении. И правильно организовать систему огня. Все это нужно было делать ночью и незаметно для противника. Готовилось большое сражение. А в такие часы забываешь об усталости и даже ужине и сне. Четвертый же батальон капитана Зайцева я берег для ввода в бой. Своего начальника штаба и неустанного Борисова послал в помощь начальнику школы Михайлову. Используя естественное заграждение, они укрепили на этом участке оборону. И в течение ночи курсанты надежно зарыли землю. А уже к утру на пути противника выросла серьезная преграда. Когда на рассвете немецкая авиация группами по 10-12 самолетов двинулась по эшелону бомбить Киев, я понял, что пленный эсэсовец сказал правду. Гитлеровцы собрались наступать. С минуты на минуту следовало ожидать начала их артиллерийской подготовки. Я предупредил об этом войска и доложил штаб дивизии и корпуса. И действительно, минут через 10 после первого налета немецких самолетов на Киев загремели вражеские гаубицы и пушки, захлопали минометы. Потом, после короткой артподготовки, из зеленого подлеска одновременно выскочили несколько танков и бронетранспортеров с десантниками. И, видимо, для пущего устрашения, даже с фашистским флагом на дно из машин. Танки мчались на больших скоростях, ведя на ходу беспорядочный огонь. Аккуратными вихрями пыли и дыма гигантские машины устремились к переднему краю нашей обороны. Прямо к тому участку, где окопались курсанты. Батареи противника снова открыли огонь и право весело было наблюдать, как он сосредоточился на совершенно безлюдном месте. На линии окопов 2-го батальона, заблаговременно покинутых бойцами. По-видимому, эти немецкие танки, эти десантники с пауком на тряпке, еще были под хмелем легких побед и не рассчитывали на сколько-нибудь серьезное сопротивление. Они намеревались сходу ворваться в Киев. Я внимательно наблюдал за движением танков и бронетранспортеров, которые вскоре подошли совсем близко к нашим позициям, продолжая вести огонь. Странно, пушки наших курсантов молчали. Что же они там медлят, с тревогой подумал я, уверенный, что снаряды врага легли не по боевым порядкам. Именно сейчас наступила та решающая минута, когда должны были грянуть наши 45-мм пушки. Вызовите волну, сказал я телефонисту. Начальник штаба Борисов немедленно к телефону. Однако, моему телефонисту волну не пришлось вызывать. Весь придорожный откос, занятый обороной нашей школы, казалось, дрогнул от залпа. Грянули пулеметы и автоматы, сметая вихрем огня с бронемашин немецких десантников. В этом непрерывном громе стрелкового оружия, словно отчитывая такты, звонко и отчетливо били противотанковые пушки. Я видел, как сначала передний, потом второй танк, потом бронетранспортеры застыли на месте. В панике, покидая их, уцелевшие десантники и экипажи пытались спастись. Но это была действительно справедливая расплата за роту капитана Никифорова. Вскоре я насчитал семь подбитых вражеских машин. Неуклюже разворачиваясь, а то и пятясь задом, уцелевшие машины противника спешили возвратиться на исходные рубежи. На их броне и не заметил ни одного вражеского десантника. Было похоже, что корабли прибыли сюда, чтобы сбросить под огнем свой живой груз, а потом налегке укатить в освояси. С нежностью думал я тогда о курсантах, о боевом их командире, старшем лейтенанте Михайлове. И невольно мне вспомнились слова великого поэта. Есть упоение в бою. Вскоре по телефону докладывал мне сам Михайлов. Телефон и провод донес до меня и его взволнованность и радость. Какие потери, спросил я после его краткого доклада. Трое убитых и девять раненых. А как обстоят дела с боеприпасами? Маловато. Передайте мое указание Андрейцу, немедленно обеспечить боеприпасами все ведущие боеподразделения. Только после этого разговора я спросил. А теперь скажите, уважаемый начальник школы, почему вы так долго не открывали огонь? Дело очень простое, товарищ полковник, отозвался он смущенно. Мы похитрили малость. Думаем, пускай подойдут подлые душонки поближе. Не промахнемся тогда. Ну и не промахнулись. Молодцы. Однако смотрите, не забывайтесь. На войне одна упущенная минута может слишком дорого обойтись. Главное по-прежнему будьте на чеку. Гитлеровцы обозвлены до предела. Еще бы такую пощечину получить. Они могут повторить атаку. На всякий случай высылаю вам для усиления группу автоматчиков с ручным пулеметом. Большое спасибо, товарищ полковник. Это как раз нужно. Все мои курсанты благодарят. Я положил трубку. Меня благодарят курсанты. У него это вырвалось так неподдельно. Милый, хороший человек. Да ведь это же мои курсанты. И я такой же, как и вы, солдат-коммунист, брат и товарищ каждому из вас. И родина у нас одна. И боль за ее страдания. И заветная мечта о победе. Друзья, на этом выпуск подошел к концу. Не забывайте оценивать видео и оставлять свои комментарии, чтобы мне в свою очередь было легче понять, насколько вас заинтересовала данная тема и насколько интересно будет продолжение в виде цикла. Ну а я в свою очередь хотел бы традиционно поблагодарить всех тех людей, кто оказывает помощь каналу, во многом благодаря которой выходят данные выпуски. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Удачи и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok